Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев, а в гостях у нас актер и сценарист, которые увеличают хранителем памяти своего отца Никита Владимирович Высоцкий. Здравствуйте, Никита. Я начал с очень длинного вопроса, прям очень пространного. Дело в том, что мы в последнее время вообще наблюдаем ревизию оценок разных исторических эпох, советского периода, и в том числе таких культовых фигур, в частности, как ваш родитель. Я знаю, что была история в 1994 году в Таджикистане, когда вы вывозили съемочную группу во время войны. Фам, офицер, полковник, который знал, что вы сын Владимир Семенович, сказал, что ты точно отсюда не улетишь, потому что он, Владимир Семенович, виноват во всем этом, то, что происходило. Что имелось в виду? Этот, во-первых, эпизод очень неожиданный, потому что я исходил из того, что все советские люди, особенно советские люди в погонах, они просто Высоцкого обожали. Как вы трактуете вот эту его фразу? Ну, действительно, была достаточно нервная ситуация, там, в самолет, кроме того, что я туда хотел группу загрузить, хотел еще улететь человек 500, потому что не было сообщения, тогда было нарушено сообщение из Таджикистана, Таджикистана, вот, и грузили туда гробы, а с другого входа фрукты. В общем, это было нервно, и это было время, когда вот заканчивалась гражданская война в Таджикистане, в которой так ли-сяк ли участвовали те русские части, которые там расположены. Вот, и он имел в виду именно то, что вот это все развалилось, потому что, как бы, вот Высоцкий был за, как бы, вот, за свободу, как бы, он, многие его воспринимали и сейчас продолжают воспринимать, как некого такого вот человека, который вот подпиливал устое, да, там, вот, на мой взгляд, это несправедливо, вот, но для вот этого человека в той, вот, в тот момент это было очевидно, что вот все рушится, потому что кто-то разрушил, в том числе и Высоцкий. Оно рушилось по разным причинам, может, построено было не очень хорошо, тут сложно сказать, вот, но для меня это очень был мощный момент, потому что я тоже был, я привык к тому, что, когда я говорю там, что я сын Высоцкого, что, в общем, и двери могут открыться, а уж тем более, там, для военных суровых мужиков, они, как бы, на это, нет, но там кончилась эта история тем, что самолет ко мне подошел прапорщик, вот такой, в кожаной куртке, и сказал, что мы сейчас уедем, но ты никуда не уходи. И они уехали, люди ушли из поля взлетного, мы остались, спрятались, уехал этот полковник, самолет, уехал, уехал, его просто видно не было, потом развернулся, приехал, они выкинули трапы, взяли всю мою группу и увезли. Военные ребята с Чикаловского аэродрома, вот, они взяли, а человек, который командовал этой погрузкой, да, он, он вот так проявился. Я думаю, что это, и дело не в том, что это там, имеют право, каждый, как понимает, но вот это ощущение того, что Высоцкий разрушитель, оно было и при жизни его отца, и это многие говорили, вот, и до сих пор многие его воспринимают, что вот он некий такой вот революционер от искусства, да, вот, от поэзии, что несправедливо, на мой взгляд, он как раз наоборот человек, который людей соединял, который, любовь к которому объединяла людей. Он, конечно, созидатель, а не разрушитель для меня, вот, поэтому, ну, сколько людей, столько мнений, и тем более правильно Вы совершенно говорите, что сейчас, как бы, многое переосмысливается, и, наверное, и об этом люди тоже думают, такой любимый вопрос не только русской интеллигенции, но вообще всех, кто виноват, надо найти крайнего, вот, и, может быть, опять вернутся времена, когда выяснится, что виноваты люди, которые пишут какие-то неправильные стихи, или ставят неправильные спектакли, все бы хорошо, да вот только они, но это же несправедливо. Да, но сейчас действительно, вот, на, за последние 10 лет очень сильно изменился градус фотооценки фигуры Сталина. Да. Вообще, Брежнева, советского периода, рок-музыкантов, а я знаю, что это вас не вызовет особого гнева и протеста, но читаю, что Владимир Семенович был, вот, по сути, он был рок-музыкантом, не по форме исполнения, а вот по, знаете, есть хорошее русское слово, месседж, вот, вот это сообщение всегда у него было. Вы наблюдаете изменение какого-то отношения к Владимиру Семеновичу вот на протяжении, скажем, последних 10-20 лет, скажем, вот так, вот в этом столетии? Вы знаете, вы тоже поймите, я внутри, да, наверное, наблюдать можно, когда ты где-то смотришь. Я поясню, что я имею в виду, как человек, который рулит музеем, которого, там, писатель Татьяна Устинова называла хранителем памяти. Вот я вас спрашиваю не просто как у сына, а как у человека, который вот эту миссию исполняет. Отношение к нему, вот если, вот вы говорите, меняется вот в последние, особенно в последние годы, за 20 лет не скажу, но вот за последние несколько лет оно стало гораздо более эмоциональным. Вот я все-таки вернусь еще назад. Я учился у Олега Николаевича Ефремова, а отцу моему в 88-м году дали государственную премию. Я уже закончил, я закончил в 86-м году. И потом я встречался с Олегом Николаевичем несколько раз, и он мне рассказал, что... А он входил в комиссию, которая должна была принять решение, комиссия по вручению государственных премий в области литературы и искусства. Олег Ефремов входил. И было предложение, фактически политическое решение дать Высоцкому. Его уже 8 лет как не было на земле. И он говорит, о нем спорили, а там были люди в этой комиссии, не буду там говорить, но достойные люди, между прочим, которые говорили нет. И он говорит о нем, когда шел спор, и когда о нем ругались, было впечатление, что ругаются о живом человеке. Вообще принято же, что если, как это называется, о мертвом в России, или хорошо, или ничего, а его костерили, как будто там даже кто-то сказал, что вообще ему рано давать. Человека 8 лет уже нет. Он как бы какое-то время после своей смерти, он как бы присутствовал в жизни, и о нем, вокруг него было очень много вот эмоций. И сейчас, может быть, потому что жизнь стала нервней, может быть, острее, страшнее. И ко многим вещам мы относимся более эмоционально. Но вот к Высоцкому стали относиться более, вот как будто он здесь. Как будто вот можно или опереться на него, или отодвинуть его, чтобы он не мешал. К нему стали относиться, ну, как к сегодняшнему персонажу. Его 42,5 года нет на этой земле. 42,5 года исполнилось в день его 85-летия. А вот когда он с вами, я имею в виду, с вами и с братом проводил какое-то время, там куда-то выходили, тема разговоров о системе, о советском строительстве, как-то всплывала или это было вообще совершенно неуместно? Он к нам относился, наверное, ну, из-за того, что все-таки мы последние, там, значит, он развелся с мамой официально, с моей мамой, там, по-моему, в 71-м году. Ну, я думаю, они с 68-го года уже не были фактически. И поэтому он немного к нам, наверное, как бы относился, но все-таки, ну, короче, он относился к нам немножко, как будто мы чуть взрослее, чем мы есть. Во всяком случае, он никогда не прогонял из-за стола, если что-то там, какие-то разговоры там возникали, и не говорил, ну-ка, все тише, здесь вот дети при них нельзя, такого не было. Разговоры возникали-таки? Да, и уши сразу так, как бы делали большими-большими, ну, мотали на ус, нам было интересно, конечно. Вот, но вот такой он не воспитывал, но он проявлялся. Вот я, например, помню, мы едем в лифте к нему в доме вот на Грузинской, 28, Малая Грузинская, и в лифт за нами вбегают два возбужденных очень человека. Здоровец, да, Володя, здравствуй. Мы едем, они едут выше. И разговор прям такой, что все продали, вот все продали, мы сидим на вещах, вот нам не дают выезда, вот это самое. И вот мы доезжаем, наша дверь, мы открываемся, ну, открывается на восьмом этаже, да, они продолжают говорить, а вот этот вот уже давно там, а вот этот, да надо было вообще ехать там, надо было валить отсюда. Двери закрываются, они едут наверх. Я, в общем, немножко так ошарашенный говорю, ничего себе, у вас домик попал. Он говорит, эти что ли, ребята, хорошие ребята, говорит, в Израиле, да ну пусть едут. И у нас вот такой начался разговор, как бы такой, знаете, ну, на эту тему, что, ну, как бы, ну, почти анекдот. Вот почти анекдот, вот как вот они хотят, вот взяли, все продавали, значит, и сидят теперь, значит, и так дальше. Он как-то снял вот это напряжение. А в другой раз, вот как будто не с ребенком, да, ну, сколько ребенок, у меня там было там, может, 14 лет, там, не такой уж и ребенок. Ну, вот так вот немножко. Он интересовался всем, но я вот никогда, я, честно говоря, и в текстах его этого не вижу, чтобы он был, ну, как сказать, внутри какого-то политического процесса, брал бы чью-то сторону. Он как-то, он как-то с другой стороны заходил на жизни, на эти проблемы. Ну, он в политике видел что-то другое. Он мог, наверное, об этом рассуждать, шутить, там, я не знаю, как вот про вот этот вопрос с отъездом людей, которые хотели уехать из страны. Вот, он мог об этом рассуждать, но как-то вот не с точки зрения, а вот были бы другие или еще что-то, ну, как-то по-другому это восприниму. Не знаю, вот мне очень трудно представить себе его, скажем, в более поздних каких-то вот политических разборках. Невозможно. Мы когда я насчет текстов, конечно, сказали, что они не видели там политического подтекста. Я помню, я в школьные годы дружил с Ирой Кахановской, которая была вот пачерицей поэт-песенника Игоря Кахановского. И один раз оказался вот за столом с вашим родителем. И я у него не удержался и спросил про песню «У волков. Идет охота на волков». И он мне сказал, что это вообще-то не про какую-нибудь травлю, это про охоту на волков. И я воспринял это как, ну, что-то, ну, мне так вот. Так, а когда вы говорите, может, действительно в этой песне и других не было того смысла, который мы... Был. Был. Но он был не газетный. Он был, я не знаю, какой-то вот сердечный. Это была его совесть, это были его близкие друзья, которым надо было там помочь или наоборот, там, что-то не дать сделать, не дать ошибиться. И это не носило вот такого характера, вот, ты справа или слева, да. Это было по-человечески. Вот так. И я пытался это сказать, но просто, видите, я не... У меня нету такого вот дара, как у него так быстро и хорошо все называть. Но вообще охота на волков написана после ввода в войск в Чехословаке. В Чехословаке, да. И ясно, что он был под этими событиями, под этим ощущением, которое, кстати, на Таганский театр просто навалилось после этого, да, когда стали закрывать спектакль, вот то, что называется завинчивание гаек. И это просто, ну, как бы, это тоже время. Но он говорит не о том, что там вот проклятые, не знаю, там, коммунисты или там еще что-то. А он, он с другой стороны, он со стороны человека, которого давят, которого травят, которого ловят и который идет за флажки. Это не политическая песня, это человеческая песня. У него есть смешно про эту же песню, у него же есть продолжение охоты на волков, как бы, вот, словно бритва и рассвет полоснул по глазам. А есть еще песня «Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел охоту на волков». И там сюжет такой, что он, кто-то купил магнитофон, значит, из партийных чиновников и зовет его, чтобы он спел охоту на волков. И что один из них говорит, какие к черту волки, это же про всех, это же про меня, говорит, вот, герой, как бы, вот этот, значит, как бы, какой-то, значит, руководитель, который слушает, как Высоцкий поет ему охоту на волков. В этом его отличие. Он не политический трибун, он человек, и он везде оставался таким. Вы сказали, что Вы любили очень ходить в театр, и что вот исполнение с гитарой, поскольку этого было, ну, просто очень много, и дома, и везде Вы это не воспринимали как... Ну, не очень много, но это было, это было близко. Ваш старший брат Аркадий тоже ходил с Вами, или Вы в этом смысле были... Вы знаете, ходил, особенно когда маленький, мы не то, что ходили, нас носили, то, что называется, там, когда негде было оставить, и в этом смысле у нас есть какие-то общие воспоминания к театру, но Вы знаете, Аркадий действительно, мы очень разные, и Аркадий с очень молодых ногтей писал стихи, причем хорошие стихи, реально хорошие, он очень талантливый человек. И он в тексты отцовские въезжал, в отличие от меня, вот, особенно в подростковом возрасте. Но в театр, ну да, ходил, у него, но для меня театр просто закрывал все остальное, мне не в кино было неинтересно. Я видел, да, ну, кино хорошо, узнают, там, я не знаю, да, вот люди слушают его песни, там, пластинки, вот, ну, это, и я все, я бывал на концертах, я видел, что там происходит с публикой, когда он выступает, но для меня просто театр было что-то совсем другое. Я любил и этот театр, и продолжаю любить, вот, тот Таганский театр, вот, 70-х, начало 80-х, после чего Любимов уехал, и театр закончился, к сожалению, кто бы чего не говорил. Для меня это было, да, для меня это было самое главное в определенный период, и мне в нем это больше всего нравилось. А как ваши близкие, и мама, и брат отреагировали на фильм по вашему сценарию «Высоцкий, спасибо, что живой», который наделал много шума, он, по-моему, один из самых кассовых вообще фильмов. Он тогда, да, точно самый обсуждаемый в течение того десятилетия. Ваш вопрос именно о том, как мои близкие восприняли, очень по-разному. Мой брат, мы смотрели, причем такая была компания, смотрел мой брат, смотрел средний сын Марины, Петя. Я уточню, в зале, то есть это было... В просмотровом зале. В просмотровом зале, да. Кроме вот меня, мамы, Аркадия и вот Пети, Марининого сына, который случайно оказался в Москве, было еще, по-моему, два или три человека, был Эрнст, был Максимов и кто-то еще. Вот мы смотрели вот так вот, смотрели вот буквально вот накануне уже вот премьеры. У него была совершенно странная реакция, он сказал, что... Мой брат, и он сказал, я всегда хотел, я мечтал, но он профессиональный сценарист, работать в таком кино. То есть ему понравилось, что это сделано, что это не... Вот знаете, как бывает, замах на рубль, удар на копейку, то есть это сделано. Вот, по поводу фильма я с ним несколько раз говорил, у него есть и претензии, и профессиональные какие-то, но он говорит, это было сделано, к этому можно как угодно относиться. Вот, что касается мамы, маме, к сожалению, вот совсем недавно она ушла. Да, она фиролезная, да. Вот, из жизни, и ей понравилось, она мне честно сказала, что, Никита, мне нравится почти все, что делаешь ты и Аркаша. В том смысле, что вы мои дети. Понятно. Аркадий же отказался, он сначала сказал, я тебе помогу, когда вот мы начали писать, да. Он говорит, я тебе помогу, потом он сказал, нет, твоя история, пиши сам, я просто даже не подойду. У него свое отношение, и уважительное, и серьезное, и сильное отношение к отцу, но он отказался в этой работе работать, но вот тем не менее, вот я говорю, вот так вот. А Петя, Петя, которого я перед этим лет 30 не видел вообще, и он вообще клевый, очень хороший, музыкант, прекрасный, чудесный, добрый человек. И ему очень понравилось. Он единственное, он сделал замечания там какие-то вот по поводу там того, что он очень хорошо помнит тоже отца моего. И они были в таких, ну, не сынов, не отцовских отношениях, а таких товарищеских отношениях. Петя чуть постарше нас с Аркадием. Вот. И ему очень понравилось. Очень. Я просто видел, что он не врет. То есть это разделились, люди разделились, близкие. Многим не понравилось. А многие, я помню, что ко мне подходили люди, говорили такие слова, после которых, ну, просто, не знаю, вот глаза опустить, ну, просто неловко. Такие, как бы, были по хвальбе. И это хорошо, что он мало кого равнодушными, как бы, не оставил. Ну, не знаю, это картина, в которой я работал. Это история, с которой я жил до этой картины, там, ну, много-много лет. Она во мне жила, и я не могу к ней объективно относиться. Когда ее ругают, мне по-прежнему больно. Когда эту картину хвалят, я по-прежнему, вот, ну, мне тепло и хорошо. Это как ребенок. Я очень долго ей писал, и потом участвовал в съемках, там, в качестве, как бы, такого, наверное, это не совсем продюсирования, но все-таки участвовал и в съемках, и в озвучании, и в продвижении этой картины. Вот. Для меня это такой очень важный этап в жизни, объективно. Ну, как Толстой, да, сказал. Я не объективен. И тем горжусь. А в кастинге вы участвовали? То есть вы утверждали? Я был среди тех, кого спрашивали. Вот. И на этой картине ко мне прислушивались, да. Но я вам скажу, что, вот, допустим, мне там очень нравятся актерские работы, и я знал всех этих людей, так ли-сяк ли. И там, там, Панин, допустим, да, на мой взгляд, замечательно сыграл, совершенно замечательно. Я вот почти вот про всех говорил, берем, берем, берем. А кастинг был, конечно, гораздо шире. И то, что вот в результате были эти люди вот в таком распределении, в общем, это, конечно, ну, это было не мое решение. Они мне нравились. Вот те, кто работал, Акиншина очень нравилась. Вот, хотя были там разные варианты, вот, но это было, ну, это продюсерское кино, это, это, и меня слушали, вот так скажем. Меня слушали, они мне нравились. И я рад, что в результате вот те решения, которые принял Эрнст и Максимов, что они, как бы, ну, совпали во многом с тем, что хотел бы я. Я не распоряжался, конечно, этим. Как вы относитесь к тому, что песни Высоцкого поют очень многие, очень разные исполнители, вот, скажем, из представителей разных музыкальных жанров? Вы за этим, а, следите, и, б, как реагируете? Я считаю, что вот это такой миф о том, что вот нельзя петь Высоцкого, и что он чуть ли что не запрещал петь свои песни. Это неправда. Когда пели плохо, ему не нравилось. Когда пели хорошо, ему нравилось. Когда его песню пел Бернес на братских могилах, ему, поверьте мне, ему это нравилось. Когда его песню пел Папанов или Гурченко, или Игорь Кваша, и он даже ходил, там, с Квашой, он просто там учил его, как надо петь эту песню. Потом сказал, Игорь, пой, как ты поешь, а не так, как я тебя учу. Вот, и ему это нравилось. Когда его песни, ну, как сказать, к ним относились неуважительно, там, и их, там, говорили, что вот там мелодии, давай другую мы сейчас быстро сделаем, он на это шел неохотно. А кто говорили? Ну, например, композиторы. Например, композиторы, и там, по-моему, Губайдулина была на, была дирижером оркестра, когда записывали песни для вертикали. И он услышал то, что она говорит о его музыке, и он сказал, я забираю. Ну, вот так я слышал, я при этом не присутствовал, мне было, там, два с половиной года, когда это происходило. Они помирились, и они стали очень друг другу симпатизировать, там, и так дальше. Ну, как он, он это сделал, да, и если вы это взяли, то относитесь к этому серьезно, да. А не говорите, что это, там, умца-умца, три аккорда. Три аккорда на одном аккорде. Это, как бы, моя песня, не хотите, берите другую. Или когда, действительно, у кого-то это не получалось, потому что далеко не все его песни, как бы, ну, действительно, там, вот так вот ложатся любому исполнителю. Но тогда это, скажем, было не массово, и его песни далеко не все решались взять в репертуар. Он мне хиле рассказывал, он взял песню военную, песню, по-моему, песню о звездах. Спросили его, когда утверждали ему программу, что это вот тот Высоцкий. И он говорит, не знаю, что меня кольнуло. Он говорит, нет, это не тот. И они утвердили, потому что песня хорошая. Ну, как бы, такая актерская байка, но, тем не менее, я от него это слышал. Вот. И сейчас много, долгое время после смерти отца мало кто решался спеть. А потом, как бы, многие стали за это браться. Была целая программа, которую сделал Шевчук с рок-н-ролльщиками. Она называлась «Странные скачки», где там и Кинчев, и Бутусов, ну, там разные музыканты перепевали его, делали свои версии, были версии, ну, не такие известные, там, у других рок-музыкантов и так дальше. Я считаю, что песни живут, пока их хочется петь. Я так считаю. Не слушать, а именно петь. И я, например, знаю, есть люди, там, ну, скажем, правообладатели некоторых очень, ну, замечательных и авторов, и исполнителей, и они говорят, нет, не надо. Я с ними не солидаризируюсь, что не надо петь. Вот есть его записи, вот слушайте, а не берите. Я с этим не согласен. Я считаю, что Высоцкого можно и нужно петь огромное количество его песен, в том числе, там, масса женских, для женских голосов написанная, но не для себя же он писал, да? Вот, он писал для Марины, он писал для Кинг-Карси, для Марины Владимировича, да. И поэтому я считаю, что главное, чтобы это было искреннее, чтобы это было искреннее желание, чтобы это было не конъюнктурное желание, вот там, я не знаю, вот давайте к юбилею, вот сейчас это будет у вас требовано, я запишу. Вот что, если так, как правило, кстати, и не получается. Когда искренне люди хотят это делать и делают, я вот так вот двумя руками за. Особенно, когда это вдруг делают люди молодые, без всякого там для этого. Кого Вы имеете в виду? У нас в программе там Шиловская спела песню, которую довольно редко поют, и просто здорово, ну вот просто здорово. Это вот было вот несколько месяцев назад, вот свою колею мы записывали, на как раз день рождения Отцовский. Вот, когда-то там Баста, Вася, ну вообще, как бы он мне нравится, талант, и он хорошо это сделал, мне понравилось. Он записал «Райские яблоки», сделал клип, и это было и востребовано, это было интересно, там, Гарик Сукачев. Очень разные есть исполнения, и я за то, чтобы люди брали, и я никого не нагружаю за это, ну, условно говоря, да, там, какими-то условиями, что вот ты спой так, что вот я знаю, как надо, или тем более деньгами, да, что ты мне вот побольше дай. Нет, пусть это будет, пусть это будет, пусть это звучит, потому что нужно делать, вот я вижу свою, как бы, задачу во многом, чтобы мой отец, его творчество, его личность оставались вот в нашем времени, в сегодняшнем времени, в информационном поле, в нашей культуре, и это само собой не сделается. И этому надо способствовать, в том числе и так. И когда люди сами берутся, сами берутся это делать, да и слава богу, я рад. А многие исполнения мне просто нравятся. Например, опять же. Ну, все вы скажете, хвалишь свое болото, своих друзей. Я люблю, когда песни отца поет Гарик Сукачев, я люблю, когда песни отца моего поет, не знаю, Саня Домогаров, тоже, как бы, мой товарищ, да, вроде бы, вот, я люблю, когда песни отца моего поет Елена Камбурова, на мой взгляд, великая певица и человек просто, и про многих-многих-многих я могу сказать, да, я, мне это нравится. А вы поете песни отца? Вы знаете, жизнь так повернулась, что несколько песен я спел, а главное, что от меня все очень этого хотят. Я всем всегда отвечаю в этой ситуации, что меня, я в детский сад ходил, в ВТОшный, пятидневка, ну, родители актера. ВТО это всесоюзное театральное общество. И там были детские сады, вот эти пятидневки, я в них ходил. И с четырех лет, там, значит, я помню, что нянечки, они были добродушные, они нас очень любили, им надо было нами заниматься, там все. И нянечки говорили, что Высоцкий, спой. Вот, и, наверное, они ждали от меня, что вот я вот такой, значит, хриплым голосом возьму гитару и что-нибудь такое полуматерное им спою. Вот, и я очень долго не пел, не из-за нянечек, прекрасные были женщины, слава Богу. Но меня все время, вот эти вот нянечки, они как-то вот, ну, меняли свое обличие, мне говорили, там, какие-нибудь продюсеры, какие-то, там, я не знаю, друзья, там, я не знаю, ну, че, ты же, ну, я вокалу-то учился в школе студии МХАТ, я закончил школу студии МХАТ, и у меня была пятерка по вокалу, то есть, в принципе, я мог бы это сделать, как бы. Вот, но в какой-то момент, да, вот я вспомнил Елену Антоновну Камбару, она захотела сделать спектакль, решила сделать спектакль и решила, что она будет делать его со мной. Я думал, что я смогу отбиться, но она вот такой человек, невероятно интеллигентный и тонкий, и даже, наверное, аристократка, про нее можно так сказать без юмора. Вот, и вообще ее отношение к жизни совершенно удивительное, но она невероятной твердости и последовательности человек, и она потихоньку-потихоньку... Дожала. Дожала, и я в спектакле, который, к сожалению, сейчас не играется там по разным причинам, но я несколько отцовских вещей спел. И когда там... И теперь меня легче стало ломать. Понятно, уже есть, да. Уже... Ты там пел, а нас типа не уважаешь. Конечно, да. Но делаю по-прежнему это достаточно редко, и профессию из этого как бы себе делать не хочу. Вы Домогарову упомянули, Александр. Я знаю, что 22 апреля будет музыкальный спектакль, в котором вы и Домогаров, и певица Амария будут... Что это будет? Я просто знаю, что будет. Ну, вы знаете, такой большой будет оркестр. Серьезный большой оркестр. Будут, соответственно, оркестровые аранжировки, будут стихи отца, я буду стихи читать, будем говорить о нем. Будет там, ну, видеоряд достаточно серьезный. То есть это такая будет большая программа. Там кто-то говорит, это вот музыкально-поэтический спектакль «Дороги Высоцкого». Да, ну, опять же, хоть горшком назови, главное, в печку не ставить. Это большая работа, в первую очередь, Саши. Домогаров. Да, он очень серьезно всегда относился... Он продюсер, вы говорите, в первую очередь? Он, нет, он скорее, да, он как бы, он тянет это все. Я вот, когда вот меня там спрашивают, там, что за проект, вот расскажи, вот я говорю, это Сашин проект. Хотя мы делали его вместе, он ко мне, мы тысячу лет знакомы, и он мне сказал... И играли. И бывало, да. Вот, и поэтому, и я вообще друзьям, в принципе, не отказываю, когда они меня о чем-то просят. И мы сделали эту программу, назвал ее Саша, это его название, «Дороги Высоцкого». Он менялся, что-то приходило, что-то уходило, вот, ну, как мы все меняемся. И вот сейчас вот такое смелое решение, это Кремль. Я к этому проекту очень серьезно отношусь. А Мария, она работала в этом, входила в этот проект. Она такой очень человек, ни на кого не похожий. Она очень в разных жанрах может работать. Мне нравится, как она работает. Она будет работать, две песни она как... И она будет, я думаю, дополнять вот эту такую общую композицию. Два номера только она будет, да? Захочет три, дадим три. Вот, ну, думаю, два. Вот, да. И я это слышал, мне как бы нравится. Какие песни, извините, я просто хотел уточнить. Ну, сейчас я все расскажу. Бакал есть такая песня, такая стилизация по танго. Многие ее поют. Она поет очень по-своему и так в каком-то смысле, так, знаете, так по-высоцки. Не в смысле, что хрипит, как Высоцкий, нет. Ну, так, по-своему. Вот, и беда. Это песня, которая первая, эту песню спела Марина, но... Она специально была для Влади написанная? Вы знаете, тут не было какой-то такой специальности, а она была написана и отдана ей, вот так скажем. Отец был такой человек, вот у него многие вещи, вот самые ключевые, да, самые важные, вот вроде бы, да, там, вот кони привередливые. Да. Это песня, которая написана на заказ, мало того, что на заказ, под рыбу. Под рыбу. Ну, когда сценарист пишет, эта песня была написана для Землясанниковых, вот, и сценарист, он, ну, не может писать там ни музыку, ни песню, он говорит, вот здесь должна там две минуты звучать песня, в которой говорится о том, что жизнь скоротечна, там, ну и так дальше. Что-то рыба это называется, подстрочник такой. А, то есть это, понимаешь, это сленг такой. Да, и он написал кони привередливые. А вы знаете по этой рыбе другую песню, которая вошла в этот фильм «Есть только миг». Тоже по рыбе, тоже неплохая, согласитесь. Да уж, да. Да, не отцом написанная, но хорошая, красивая песня. И многие вещи он делал почти случайно, но эти вещи находили, находили в результате, и я не думаю, что он писал это специально для этой пластинки, которую они делали с Гораняном, с ансамблем «Мелодия», такой двольной айбон, который так и не вышел при жизни, вот, и в которой Марина записала несколько его вещей. Вот, и тоже, кстати, сначала не хотела, как бы, но он добился того, чтобы… Почему? Но не делала этого раньше, не делала она киноактриса, звезда, и как бы человек, который вот на таком уровне работал в кино, да, ну, как бы, мега-звезда, все-таки, согласитесь, она была, и выходить и петь на каком-то другом уровне, а вот пою я так себе, да, вот, она не хотела, она или так, или никак, он сумел ей доказать, что будешь петь, будет хорошо, ей нравилось. А как давно вы с Амарией знакомы? И знакомы ли? Несколько лет назад, да, но она довольно заметная такая фигура, и Саша ее пригласил, он меня спросил, я говорю, о чем ты говоришь, конечно. Вы в машине музыку слушаете? Вы знаете, очень редко, очень редко, и, ну, у меня машина такой, знаете, как называется, офис. Вот, у меня довольно, у меня... С водителем вы? Да, нет, без водителя, нет. А, без водителя, то есть вы сами за рулем? Да, я сам за рулем, у меня все сделано правильно, значит, и телефонные звонки приходят на радиоприемник, и поэтому... Если я слушаю музыку, я слушаю, вот, ну, по радио, да, я выбираю радиостанцию, вот, с классической музыкой. Я редко слушаю, когда еду за рулем, там, там, рок-н-ролл, там, или, тем более, там, какие-то вот такие более легкие песни, вот. Иногда с детьми слушаю что-то детское, чтобы они не шалили в машине. Но отца, вот, если в этом ваш вопрос, я, у меня есть диски, а не только радио. Я догадываюсь, да. Вот, и у меня заряжено так, что если мне нужно, я, в принципе, могу любую песню отца в машине найти. Я слушаю по временам. Вы, когда детей упомянули, сами открыли эту дверь, и одного из сыновей вы назвали Семеном, это в честь... В честь деда. Деда, почему ни одного из них не назвали в честь отца? Ну, во-первых, Владимир, в общем, нередко им, скажем так. Да, вы знаете, мой брат... Это у него пятеро, насколько я знаю. Да, у него пятеро, и вот его сын Володя, он родился раньше моих, вот, он 84-го, по-моему, года, вот, и он уже назвал его Владимиром. А, то есть вы не захотели следить за Аркадем Владимировичем? Ну, вы знаете, я, честно говоря, мне показалось, что быть вот Владимиром Высоцким, ну, не знаю, мне показалось, что надо спокойнее. Вообще с этой фамилией трудно, это я по себе говорю. С одной стороны? Не только весело, да. Нет, по временам там гаишники могут отпустить, если вдруг, о, вы сын Владимир Васильевич, ну, поезжайте. Или, наоборот, там, оба, наверное... Ну, вот мы в историю, в Таджикистане вспомнили. Да, бывает по-разному. Нет, вы знаете, дед, во-первых, тогда уже был Володя Высоцкий, это вот сын мой, мой, как бы, племянник, сын моего брата, вот, когда родился Сеня. Но у меня такое осторожное было, я вот недавно, четыре года назад, у меня четыре года, младшему сыну, и тоже все говорят, ну, Никит, ну, ты что, ну, ты с ума сошел? Конечно, Володя. Логично, было бы это. Да. Витя. Я знаю, да. Да. И, не знаю, вот так осторожно я к этому отношусь, пусть, пусть будет много Высоцких, пусть они гордятся своей фамилией, ну, как-то вот Владимиром я не решился. А кем будет? Витек? Да. Не знаю, он, знаете, вот это вот странная вещь, вот, если бы кто-то когда-то спросил, вот, отца моего, кем будут твои дети, или кем ты хочешь, чтобы они были, вот, я убежден, ну, просто такое время было, да, он бы сказал, да, хоть кем, были бы хорошие мужики, хорошие ребята, чтобы были, ну, хорошие люди. Пусть будет хорошим человеком. И это было бы искренне. И я хочу так же. Я хочу сказать, я хочу, чтобы мой Витя был хорошим человеком. Вам ведь советовали в свое время взять псевдоним, то есть, чтобы не было Высоцкого. Да, и мне Марина советовала, когда она узнала, что я буду поступать, я буду в артиста. Да, она писала даже об этом в своих меморах. Меняя фамилию, так нельзя. Меня ли у меня ответ в этом смысле простой, я был почти готов, а потом, вот, я вот просто представил, еще детей своих не было. А какие варианты были, фамилию матери взять? Маму, да, мамину фамилию. Вот, и я вот представил себе, что когда-то еще детей у меня не было, что вот мои дети поменяют фамилию по каким-то причинам. Вот, чтобы быть сами собой, да, я ведь тоже, как бы, ради самости это, если бы сделал, да, чтобы вот, я сам по себе. Я этого хочу, я спросил себя. Вот я бы этого хотел, я понимаю, что я бы рассердился на своих сыновей, которые, или своих дочерей. У меня дочь есть, которые бы сказали, нет, зачем, не надо, мы поменяем, нам так удобнее. Я знаю, что это, в общем, очень свежая, как бы, ну, условно говоря, рана, потому что в феврале ушла ваша мама. Я просто хотел бы уточнить, это был неожиданный уход, или все к этому, как бы, шло, уже развивались так? Неожиданно. Всегда неожиданно. Всегда? Нет, она тяжело болела. Она тяжело болела, да. Она тяжело болела, да. Последние почти пять лет очень тяжело болела, но и все равно никто не из ее, там, не знаю, близких ей людей, и как, никто не был готов. Так же, как и я, и мой брат, и моя сестра, мы не, ну, к этому невозможно подготовиться. Мать. А вы когда-нибудь с Владимиром Семеновичем обсуждали, ну, маму? То есть она всплывала в ваших разговорах, или это была табуированная тема? Нет, она не была табуированная, но у меня... Они как-то вот сумели, ну, во всяком случае, для меня, вот сумели создать ситуацию, когда я не должен был маме говорить плохо про отца, что мне там что-то в нем не нравится. Вот не должен. Он не стал врагом, уйдя из нашей семьи, хотя она тяжело, конечно, наверняка это переживала. И ему не нужно было... Он к ней уважительно относился, и хорошо относился, и был за многое ей признателен. И если бы я... Я не сомневался в том, что он к ней хорошо относится. Да, разошлись. И я видел, что они уважительно и хорошо друг к другу относятся, и вообще я не помню, чтобы я с кем-нибудь когда-нибудь посмел бы обсуждать с свою маму. Даже с братом? Только в том, что мы ее любим, и что ей нужно, что для нее нужно сделать, только так. А когда-нибудь вы обсуждали с ней Владимира Высоцкого как актера? Не как отца, не как человека, не как барда или музыканта, а именно как актер, учитывая, что она сама актриса. Или тоже как-то... Нет, разговаривали... Нет, уже когда он ушел, она... В какой-то момент она пришла работать в музей. И да, мы разговаривали, она во многих... Многие вещи просто мне рассказывала, которых я не знал. Про актерство у нее, ну, было к нему такое отношение... Она его принимала, и так было и при жизни, и после того, как его не стало, она его принимала абсолютно. То есть она ей... Она с ним познакомилась в 61-м году, когда он был никому неизвестный, почти никому неизвестный, с двумя-тремя эпизодами в кино, человек, который там уже пару лет был безработный, и на котором поставили крест практически все. И увидеть в этом человеке, да, большого артиста было достаточно сложно. У него была скверная репутация, ну и так дальше. Его выгнали из Пушкинского театра, он был вне театра тогда. Я знаю, да. Вот, и она увидела в нем что-то еще. Вот, то, что в нем было, то, что в нем на самом деле было всегда. Она это увидела, и для нее, как бы... И она считала, что вот этот его, ну, там, талант, он во всем, чего бы он ни делал. Как он готовит цыплят табака, или как он играет там на сцене, или как он сочиняет песни. То есть она, она видела это, и да, мы обсуждали. С профессиональной точки зрения он был, технически он был очень оснащенный актер. Другое дело, допустим, Джигарханян, говорит, видали актеров и получше. Он так сказал. Тоже, ну, это его право абсолютно. Они работали, они были знакомы. Да, но он Джигарханян. Не только он, очень многие там, я не помню, по-моему, с... С кем же я говорил, Калягин, по-моему, он работал в Таганке одно время, он должен был играть Галилея. И он тоже так говорил, ну, Володя, ну, так, поэт, ну, о чем ты говоришь? Исполнить вообще, человек вообще... Ну, актер, ну, да, ну, есть получше. Знаете, у нас программа называется «Золотая рыбка», и традиция у нас такая, что гость, обращаясь непосредственно, вот, к ней, к «Золотой рыбке», что-то у нее просит. А просить для всех или для себя, эгоистик? Для себя, я думаю. И вслух просить? Да. Иначе зрители не услышат. Поэтому прошу вас. Я желаю счастья. Можно же три желания. Счастья, здоровья. Моим близким, особенно моим детям, моей жене, моей семье. Чего-то я перебираю. Да всем нам. Пусть так и будет. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Спасибо.